здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы проводим медицинскую программу тем более что зима но зима будет рассматриваться нами сегодня не как замечательное время года когда можно ходить на лыжах кататься на катках просто гулять с родными и близкими а с точки зрения внимательности и опасности особенно это проявляется когда но москве московской области в нашем регионе то много снега выпадает то он потом неожиданно может растаять во время тайны он может вдруг превратиться в лед нас даже появилось такое понятие как ледяной дождь это все конечно же приводит к травмам и вот об этом мы будем говорить сегодня с палом николаевичем карабейниковым заведующим травматологическим отделением центральной поликлиники люберецкой областной больнице врачом высшей категории здравствуйте павел николаевич здравствуйте вот скажите пожалуйста вы когда например видите что ну скользко вы же профессионал вы замедляете свой ход или тоже можете неожиданно подскользнуться бывало такое я когда выпадает первый снег и начинается гололед я всегда вспоминаю говорится первые первые часы работы в травпункте да конечно и останавливаюсь и пытаясь ты поздно вода помедленнее пойти в прежде всего надо перестроиться чтобы уже не бежать как по асфальту понимаешь что ты можешь споткнуться наверное это для любого нормального человека должно быть сигналом потому что вот пример про машины все говорят да там где ли я пляж щека переобуться надо переобуться но все равно да летом человек привык быстро ездить по тормозной путь увеличен а люди вроде бы как вышел как ходил так их так не бывает и обувь надо правильную подобрать вот об этом мы будем говорить то есть как только начинаются вот эти проблемы снегопады и что-то типа гололеда увеличивается число пациента к сожалению она увеличивается врачей к этому времени травматологи естественно они в это время зла и так сейчас на этот мест к сожалению к сожалению руки не мы не потираем работы прибавляется но усиливается конечно нервозность при этой работе то есть когда один сильный снег погода вы чувствуете с гололед гололед это большое количество народу в травмпункте который первичный прием ведет вот как стали давайте мы расскажем все таки а потому что на ну как говорится предупрежден и защищен но тем не менее любой человек может неожиданно попасть такую ситуацию подскользнуться и вот он как травмпункт он уж должен вот если он я не знаю срочно ему нужна наш документа надо какие-то как-то все принят нет нет никаких документов трав пункт не нужно травмпункт принимает всех людей по живой очереди только по факту обращения никаких документов не нужно ни паспорта не полюса это желательно конечно потому что мы сейчас есть возможно если у пациента есть фотографии там на телефоне но обычно сейчас у всех есть вот мы оформляем потому что у нас идет электронный документ документооборот и мы вынуждены простить чтобы предоставили но если нету никаких отказов в разы не бывает ну единственное что этот минус это живая очередь живая очередь по которой нужно сперва дать и врачу потом рентген потом после рентгена вот если нужно схема существует схема существует но это внутренняя кухня скажем так нам все равно интересно потому что но мы же знаем эти истории что вот сейчас не не про вас а вообще до травма человек не знаю там сломал что-то чуть не так срослось потом что-то разбивали и так далее то есть нельзя просто так пощупать сказать у вас перелом взять на рентген нужен знаете у врача травматолога рентген это его костыль который его по ему очень сильно помогает а нас не стопроцентно дает гарантию что на рентгене видно будет видно перелом к сожалению вот тут самый частый перелом при падении на гололюде это перелом луча в типичном месте вот здесь вот вот и бывают такие случаи когда на руку дача человек когда падает он если руки у него свободны вот у него не в кармане они вот он падает он естественно опирается на руку вперед либо назад и ломает лучше типичном месте чаще всего это ломают женщин вот за 50 таких это 80 процентов но тем не менее другие люди люди более возраста молодого тоже ломают так рубеж таким образом ты хотя бы защищаешь ты не головой бью за да 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 ну по большому по большому счету руки должны быть на гололюде свободны чтоб ты мог хотя бы знаете я всегда об этом думаю когда вот вот холодно даже а когда вот попадаешь на какой-то такой участок я когда даже достаю потому что он получше пусть будут всегда рядом лучше сломать руку чем да но тем не менее давайте коль мы на этом месте чаще сейчас остановились есть вообще понятие правильного падения и можно ли человека любого возраста ну хотя бы попытаться ему сказать что но вот в спорте до спорте в кино там есть элементы правильного падения учат этому а вот так в жизни знаете человека который подготовлен подготовлен научить практически невозможно скажем так предупредить его что он может упасть то есть поменять обувь если если гололед одеть противоскользящие противоскользящую насадку на обувь держаться за поручень не бежать это может предупредить сказать что надо правильно падать нет чаще всего так не получается потому что человек чаще всего травму получает тогда когда не просто кулем падает она начинает сопротивляться падению идет скажем так противо противодействие силе инерции но это же по фактически инстинкт да 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 то есть фиксированная нога скручивание скручивание тела человек падает ломает лодыжки вот человек падает упирается рукой и всем телом упирается на кисть ломает луч в типичном месте падает на бедро четко на бок ломает шейку бедра эти две три скажем так перелома которые до которые самые частые во время падения на голове ну тут я могу конечно я все-таки как журналист должен такие вопросы задавать все-таки природа же в курсе что мы живем в таком тяжелых условиях значит по идее то она нас должна была как-то обезопасить вот вы говорите кулем падать может действительно нужно просто если ты падаешь тоже падать как или 100 что голова голову не ударит знаете есть такое выражение что говорит если был бы пьяный то разбился но к сожалению да там есть человека если начинает падать мышцы не успевая сократиться и человек не скажем так не сопротивляясь просто-напросто падает до травм трав меньше но с другой стороны пьяные люди тоже травмируются упали бы они или побежали бы они если бы они были трезвым под большим большим вопросом вот поэтому говорить о том что алкоголь это пропадает а то мы сейчас как подумал то лучше так это детали то же самое но вот тут еще такой очень важный момент что вот вы правильно говорите нам нужно понимать что сейчас изменить нужный стиль до жизни выходить раньше на работу до выходить кстати но с работы раньше не отпустят ну значит тогда понимать что чуть подольше будешь возвращаться домой но если много пижут возле остановок тоже как-то себя чтобы не уехать например на проезжую часть тут еще кстати парадоксально но до сих пор ездят наши раздатчики вот эти доставщики я честно говоря летом уже хожу вот стараюсь голова уже до 360 градусов потому что я думаю что травм по этому поводу тоже уже много было то есть нужно быть внимательным и понимать что изменились условия да прежде всего понять что условия изменились вы можете упасть просто-напросто из-за того что побежали на пустом месте что надо в общем это могу сказать что очень мне не нравится как как эти обувь называется луги по моему есть такие вот мягкие они красивые на женских ножках особенно хорошо смотрятся такие мягкими большими тапочками зимнего но к сожалению у нее она не фиксируют голеностопный сустав и человек если у него подворачивается нога это проворачивается и это наверно газ ломается ломать воды вот отлично профессионал дать палубу обуви поговорим потому что конечно же хочется чтоб красиво было с другой стороны чтобы это было правильно вот например даже я когда начинается гололед я понимаю вернее вспоминаю нашу память кстати тоже живет так вот это эти большие якобы зимние кроссовки я не буду носить потому что они скользят то есть какая должна быть обувь ребристая хорошо рандах на хорошие ребристой подошве не скользящая конечно подошва должна быть резиновая не пластик не пластиковая вот и хорошо бы конечно хорошо чтобы голеностопный держа сустав голеностопный сустав удерживала то есть то есть большего высокая обувь дело в том что такая обувь все таки на себя который держит голеностопный сустав где-то процентов 30 берет на себя вот эту нагрузку при возможном падении то есть это обувь удерживает горжида она удержит как это называется когда вот сращину держат как он artisoh да 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 орган артали артизирует удерживают и вот кстати интересный такой вопрос у нас же есть специальная обувь вот медицинская на правда иногда подороже стоят не всегда красивая она тоже играет к медицинскую обувь которые продают медицинская обувь это для медиков которые много вот ходят ему или вот аппедические 4 на ортопедические обувь в основном сейчас говорят что это обувь которая имеет определенную рельефность подошвы его то есть свод стопы и удерживают там поперечный парадонис устраивает роли она не играет роль в удержании голеностопного сустава в удержании голеностопного сустава специальная ортопедическую обувь для удержания в голеностопном суставе у нее совсем другие функции не совсем другая цена необходимости в такой обувь нету хорошо а сейчас модно по крайней мере у молодежи да и наверное это хорошо для вас сейчас не про качество резина про широкие такие устойчивые ботинки лик абсолютно с плоской подошвы которые мы называли в свое время кедами да да и нам запрещали их и носить это если ты не на уроке физкультуры да не дай бог да собственно говоря никто и них не хотел носить чтобы ну да она была резиновая и дышала нога там не дышала нога в общем по телу мы ее считали просто самое такое то есть кроссовках и в кедах мы не ходим нет не хорошо но и а вот сейчас очень много обуви такой такой типа сапожки полу сапожки молодых на большом таком огромном вот в этом можно хоть то есть нужно нужно чтобы стопа вот это было больше сама обувь как вот медвежья такая чтобы понимать здесь здесь конечно ширина подпадает подошвы зависит от того от устойчивости вот поэтому просто раньше было несколько другая форма сама самой стельки она была зауженным концом это увеличивало деформацию стопы последующим сейчас более анатомичную делают стельку более анатомичную обувь она конечно более широкая вот говорить о том что это намного намного сильно увеличивает устойчивость я бы не знала не я бы не страшно увеличивает больше комфортно комфортно сейчас делаем небольшую паузу напомню что у нас гостях заведующий травматологическим отделением центральной поликлиники люберецкой областной больницы врач высшей категории павел николаевич коробейников который наверное обижается что чаще зимой зовут потому что больше сразу травм происходит хотя мы стараемся и летом тоже поднимать этот вопрос потому что но к сожалению человек состоит из костей они иногда ломаются врачей как полицию зовут только тогда когда они нужны до когда они нужны да но с другой стороны вам это тоже делает честь что вы нашли время сейчас сложное время прийти к нам и рассказать казалось бы мелочь а это очень такой важный момент сейчас делаем паузу потом вернемся в программу открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог павел николаевич коробейников врач высшей категории здесь у нас в студии напомню что он заведующий травматологическим отделением центральной поликлиники люберецкой областной больницы в первой части мы поговорили от травмах связанных с падением и немножко поговорили об обуви о том что действительно как бы вам не хотелось выглядеть привлекательно надо помнить что лучше все-таки зиму спокойно пережить чем часть ее провести в больнице вот тут давайте мы сразу же все-таки теперь представим себе что несчастье случилось человек упал и рассказали традиционные переломы что дальше происходит давайте начнем с того что некоторые люди не сильно болит ну как бы так зудит чуть-чуть и не знаю что у них перелом такие есть которые не приходят к вам а потом да к сожалению к сожалению пациенты такие есть они есть и будут которые могут терпеть болью которые боятся что у них там что-то серьезное вот или бы знать что его ребро например мали сломать до могли ли сломать или рука болит и я уже падал у меня болела через три дня прошло вот то есть прежде всего нужно конечно к своему здоровью отнестись если после падения но перелом луча возьмем самое если после падения у вас боль во время сгибания кисти если при по при пальпации боль и на второй день у вас вдруг если вы не пошли в этот боль не уменьшилась врачу к врачу однозначно к врачу нужно потому что в травматологии ну 90 процентов травм лечится и маме и мобилизации то есть это грубо на либо наложением гипса или бард ношение ортеза то есть организм человека справиться с его травмой только дать ему условия создать условия для того чтобы он срослой потому что лучи в типичном месте только из них на 15 процентов требует репозиции то есть поставить поставить косточку на место который сможет врач все остальное репозиция не требует достаточно наложить гипс про нужно бояться прийти не нужно бояться надо прийти сделать с ним сделать снимок врач посмотрит да вы потратите какое-то определенное время но так как на вам не нужно через госуслуги записываться вы пришли если очередь есть сели отсидели добывает очереди к сожалению бывают время такой давно время за время такое отсидели сделали рентгеновский снимок врач посмотрел перелом поставил положил вам гипс справку взяли все вы ушли дальше вы в поликлинику приходите на следующий день что вас врач поликлиники вас посмотрел ввести нужно перелом за гипсом нужно наблюдать конечно вот на 10 день надо сделать контрольный рентгеновский снимок 10 среднем только гипс нужно вот носить так месяц месяц это месяц это такой идеальный срок не меньше луча для луча бывает такое что если гипс через четыре недели снимаешь боль в области перелома остается оставляем еще на две недели даже если там никакого смещения нету а вот эти вот да да потому что бывает такая такая ситуация даже такая ситуация например с тем же лучом в типичном месте на рентгеновском снимке этого перелома можно не увидеть некоторые пациенты бывает ну вот я не пойду в государственную поликлинику я пойду в частность вот и человек врачу пойду я пойду рентген сделай вот тут она рентген в частной клинике пришел он сделали рентгенолог да там ничего нету о ну да рентген с ним гостем окне видит но там небольшая импакция ну то есть часть немножко вот так вот вклинилась друг в друга этот видно только небольшую линию компакции костной ткани рентгенологически даже можно не не увидеть от рома тонок и не ждал врач увидит клинический и скажет здесь что здесь переломы наложат гипс и никаких вопросов нету а этот пациент который сделал подобным хитрым образом через некоторое время понимаешь у него боль то не проходит что-то что-то здесь не и приходит уже через неделю может через две прийти а слабое если происходит но с ногой немножко проще переворачивающих проще а с ногой с ногой человек на перелом даже с если будет маленький он будет хоть не сможет сильно ходить и он начнет не просто нянчить как с рукой руку может другая у него есть да это он повесил в другую это да это у него висит и выздоравливает вот с ногой так не получится любой шаг это боль вниз ноги отек пациенты видно что все-таки пациенты пациенты видят что здесь достаточно какая-то беда они приходят быстрее но одно могу еще сказать переломы это все таки не всегда заканчивается падение переломов чаще всего заканчивается у там например с тем же голеностопным суставом это уши простяжение так чаще всего то это не перелом нету но повреждение связок есть и что делать выдержала а связки повредились надо сказать что многие пациенты на это да это просто растяжение но заживется но человек когда ходит он все равно двигает свою не связки не срастается в том объеме которые должны быть поэтому с этим растяжением с надрывом растяжение это надрыв связки она должна в определенном положении срастись поэтому это нога который будет тоже мобилизации хотя бы артез хотя бы артез связки тоже имеет несколько степеней разрыва но и мобилизацию артез он тоже необходимо в общем мы приходим к выводу что даже если вы подвернули ногу ну я уверен что такое бывает со всеми и как-то все-таки мы же наверно психологически иногда чувствуем что как-то мы не так и подвернули лучше сходить сделать сниму ну говорю еще раз снимок здесь не имею ввиду рук травматологу сходила там сделать врачу пусть врач посмотрит здесь все-таки нужно смотреть чтобы ну врать все равно сделает меньше ошибок чем вы сделаете сами еще такой популярный вопрос я он уже проскакивал сегодня это по поводу но у каждого врача есть положительные стороны да у людей по отношению а есть всякие легенды поводу неправильного сращивания когда разбивает такое действительно бывает почему это происходит вы понимаете и при любых переломах имеется определенные скажем так критерия критерии критерии сращения и так называемое удовлетворительное состояние так вот с тем же например лучом в типичном месте да там может быть смещение на ширину картикального слоя вот ширину ширину перелома так но если две трети соприкасается пусть например в козе сломалась две трети она соприкасается друг с другом так сращение здесь наступит и если ось ну ось конечности хорошие то считается что с при сращенном переломе не будет страдать не конечность не ее функции то есть сказать так что неправильно она у меня срослась нельзя нельзя то есть она она может это срослась в удовлетворительном но это чисто индивидуально решается то есть пожилая пожилая женщина бабушка там лет 70 которые очень часто у нас у нее перелом луча в типичном месте и да у нее есть смещение да у нее есть смещение оскольчатый перелом ставим делаем попытку репозиции в травпункте имеют право два раза репозицию сделать если потом неудачно тогда стационар отправляет на оперативное вмешательство ну либо либо на репозицию в условиях стационара вот но если мы после контрольного снимки у той бабушки посмотрели рентгеновский снимок и там видим суставная поверхность стоит хорошо а здесь имеется какое-то смещение но в пределах норму мы это оставляет но тут возникает сразу вопрос что вот осень наступила а у меня рука чего-то это реагирует это действительно есть до сожалению этого есть потому что к при даже если особенно со смещением вот нарастает костная мозоль она естественно достать больше чем было костюме да и проращивают прорастают соединительная ткань и нервные окончания до человека реагируют это реагирует напоминает что когда-то вы не очень правильно обувь выбрали да что-то с вами случилось хорошо еще вот такой вопрос все-таки падение бывают разные но бывают еще и травмы сожалению головы но иногда зимой помогает шапка если она такая большая до спасает но тем не менее есть какие-то типичные травмы головы связанные именно с таким зимним падением вот в трезвом состоянии треса состоянии но наверное да знаете травм головой это сотрясение ушиб головного мозга сыном по большому счету сотрясение это небольшой ушиб головного мозга вот клинические проявления тошнота ну вот головокружение рвота двоение в глазах то это к вам это и слабо сумма то другому специально дело в том что с пресса диагноз сотрясения может поставить и врач в травмпункте так лечение по сегодняшним нами послали на сегодняшнем скажем так нововведением сотрясение легкой степени лечит невропатологи в поликлинике по месту жительства стационаре травматологических стационарах сейчас не госпитализирует пациентов сотрясением головного мозга шанс руки него этих пациентов госпитализируют в неврологическое отделение ближайшее это у нас за вами тоже кружок у вас руки ноги ребра да 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 голова голова уже на голову отдали в другую другое дело надо сказать что по тем же как они клиническим рекомендациям сотрясение головного мозга лечится покоем но и препаратами которую уменьшает тошноту то есть руководство все нога то есть понимаю что природа устроена так что все таки уж прям сильно разбить голову сложнее чем руку сломать да знаете человек защищает свою голову вот если он будет пытаться упасть не да то есть при любом случае надо голову свою защищать рука срастется даже отсутствие этой руки у вас ваша жизнь не подвергается по опасности они а голову голову ну нужно держать спасибо большое панка ч карабинников заведующий травматологическим отделением центральной поликлиники люберецкой властной больницы врач высшей категории специально выделил время своем плотном графике и для того чтобы обратить ваше внимание погода пока немножко против нас кстати ближе уже к январю мы привыкнем меньше наверное будет до 1 1 1 2 3 недели это прям как всегда программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания